Мост просит построить и жителей Подпорожье через реку Свирь. Там он нужен как воздух. Власти региона обратились к федеральному правительству с просьбой выделить финансирование. А жители района на минувшей неделе начали собирать подписи в надежде, что они ускорят решение вопроса. Единственная переправа через Свирь находится в 50 километрах от Подпорожья в районе Ладейного поля. Не считая технологического проезда по плотине ГЭС, который на днях энергетики закрыли для грузового транспорта. Свирь может окончательно разделить и жители Вознесения, если с наступлением зимы не успеют запустить новый паром Аркадия Филатов. Его доставили сюда из Шлиссельбурга еще в начале осени, однако из-за бумажных проволочек судно не сделало ни одного рейса. Однако на этой неделе паром обязаны запустить, другого выхода просто нет. Летнюю платформу Свирь-1 пора снимать с маршрута. Как заверили, время к запуску все готово, испытания завершились. Вот первый рейс ждут на этой неделе. Почему затянулся запуск Филатова в нашей программе, пояснил руководитель Ладейно-Польских дорожников Виктор Федоров. Именно к его ведомству относится Вознесенская переправа. Для того, чтобы запустить в работу любой корабль, а в частности паром, требуется очень много специфической своей документации. На сегодняшний день практически вся документация у нас получена. И в Волгобалте свидетельствуют на собственность и разрешение на использование радиочастот и так далее. На сегодняшний день осталась одна позиция СУП, системы управления безопасностью, и лицензия на перевозку пассажирских перевозок. Это вот буквально 2-3 дня следующей недели, и Филатов будет запущен в работу. Паром-то строился новый, а причалы как бы остались на втором плане. И когда корабль уже был на выходе с завода, вспомнили, что предыдущие причалы не соответствуют, не приспособлены для швартовки нового парома. Были забиты шпунты, причальная стенка была сделана, подготовлены вот эти вот площадки на левом и правом берегу для опускания аппареля. Все системы опробованы, по приходу в порт приписки, будем так говорить, вознесения, были отдельные замещания, но завод выехал оперативно, все было устранено, и вот на сегодняшний день корабль, в принципе, готов к работе. 100 человек пассажиров можно брать на борт или 16 легковых машин. Нам еще повезло немножко, что и морозов-то больших нет, иначе бы тут на грани катастрофы все было, потому что его дублер СП-28 находится в ремонте сегодня. СВИР-1, который летний вариант, он в зимних условиях не может работать. Изменится как-то стоимость проезда? Ну, нет, стоимость мы пока... Мы с 2009 года стоимость проезда не увеличивали. Мало того, местное население с местной пропиской или с местной регистрацией автотранспорт проезжает бесплатно.